Доброго всем! В работу к нам приехала головка блока цилиндров Mitsubishi Autoender 98 года. Эта головка вышла от нас из ремонта около полугода назад и сегодня владелец вновь приехал к нам. У него что-то там затрещало, заторобанило, он, конечно же, остановился. Сорвал головку сбоку цилиндров и увидел, что выскочил Рокер. Он привязал его проволокой к головке и с тем приехал к нам. Давайте вместе попробуем разобраться, что же к чему. А вот это место, откуда выскочил Рокер. Глянем на него, видим, что на валу есть очень и очень глубокая борозда. Соседний Рокер также стоит криво и на распредвалу вновь таки есть глубокая и широкая борозда. Даже больше, наверное, чем у первого. Следующие два кулачка имеют уже небольшие следы, то есть в этой паре проблема существует, но еще ситуация не дошла до критической. Далее пара абсолютно чистая, что называется в ноль. И на последней паре Рокеров вновь видна насечка на кулачках. Здесь Рокер уже клюнул в сторону. Вернемся еще раз назад. Эта пара среди всех остальных осталась живая. Ни наклона, ни насечек на кулачках вала. Интересно же, почему? Включу свет, чтобы подробнее рассмотреть. Нет, здесь все же ничего такого нет. Верхний ряд на впускном валу работал нормально, никаких проблем за собой не оставил. В принципе, уже визуально здесь было понятно, где собака порылась. Если кто догадался, напишите. На видео отчетливо видна зависимость случившегося. И это впоследствии подтвердилось из разговора с клиентом. Я, конечно же, позже обязательно покажу причину возникновения этой проблемы. Переверну головку. На поверхности цилиндров ничего особенного не видно. Если клапаны и погнуло, когда выскочил рокер и попал там куда-то, то это визуально не наблюдается. Разберу головку и буду смотреть дальше. Убираю уплотнительные кольца свечей. Отцеплю рокером. Посмотрю на бугелях, как они отмечены. Видны стандартные метки, заводские. И 1, и 2, и 3, 4, 5, 6. И это, конечно же, впускная сторона. И порядок 1, 2, 3, 4 и так далее. Раскручу с ним у бугеля распредвал. Вынимаю распредвал впускной стороны. Посмотрю на шейки. Шейки, вала и в самой головке посадочные гнезда находятся в отличном состоянии. Посмотрю, визуально оценю рокеры. Ничего зазорного, пока я не наблюдал. Снимаю и убираю их в сторону. Чтобы демонтировать выпускной распредвал, нужно открутить болты на корпусе датчика фазы. Сама чаша для снятия фаз крепится к валу болтом. И если нужно снять корпус, то сперва нужно, конечно же, выкрутить этот болт. Иначе по-другому весь корпус снять не получится. Но нам пока достаточно выкрутить болты корпуса, чтобы демонтировать вал. А большего нам пока и не нужно. Ослаблю болты на бугелях. Мягкой оправкой слегка отстучу их, чтобы сорвать с места. Вот теперь можно снимать бугеля. Рокеры остались на месте. Глянем на них. Это второй выпускной рокер, который пошел с перекосом. Видим, что торец рокера слизал. Вот этим бортом он и нарезал ту самую на кулачке канавку. Смотрим дальше. Вроде визуально сильных перекосов не наблюдается. Только вот на последней паре седьмой рокер уже клюнет. Смотрим, что он сотворил с ножкой клапана. Торец клапана расплескался, аки цветок. И вот тот самый борт рокера, которым на валу были накручены канавки. Следующий заваленный рокер также навел красоту с артиклатой. Ладно, скину их пока в поддон. Естественно, по очереди, чтобы потом можно было проанализировать каждое место. Снимаю рокеры и вижу, что везде торец клапана был травмирован в большей или меньшей степени. Что характерно, в той паре, где на кулачках все было идеально чисто. Также ничего не случилось и с картинкуратом. Давайте еще раз посмотрим на вал. Первый цилиндр – жесть-жесть аналл. Второй уже в виде насечки. Третья пара в отличном состоянии. Ну и четвертый цилиндр соответственно. Разберу дальше головку. И перед разборкой традиционно помечь клапан. Теперь можно и рассухарить головку. Извлеку пружины с тарелками. Традиционно сравню впускную и выпускные пружины. Мало ли что. А вытянув впускные клапаны. Выпуск извлечь не удалось из-за расклепанных торцов. Теперь выдерну компенсаторы при помощи специальных щипчиков. Выходят они с натяжечкой, но ничего. Далее удалю самники клапанов. На ощупь понятно, что действительно головка делалась недавно. Сниму нижние пружинные тарелочки. Теперь нужно что-то сделать и как-то снять, вынуть выпускные клапаны с расклепанной ножкой. Эта расклепанная ножка не дает извлечь его из втулки. И чтобы не травмировать эту направляющую втулку клапана, нам надо как-то убрать наклеп. Для этого я беру в помощь бурмашинку с камешком и обтачиваю ножки клапанов. Теперь клапаны легко можно извлечь. Честно говоря, выпускные клапаны не ахти. Пробуем магнитом. Ножка клапана слегка магнитится, как и сама тарелка. Проверим клапаны на деформацию. И вот в итоге второй, четвертый, седьмой и восьмой клапаны гонуты на 2-3 десятка. Отправляю головку в опрессовку. И здесь меня ожидал еще один сюрприз. В том цилиндре, где соскочил рокер, не знаю совпадение это или нет, головка треснула. То ли от удара, то ли от перегрева, возникшего явно из-за трения рокера кулачок вала. Ну вот теперь очередь дошла до причины. Для тех, кто просто не захотел подумать или ему это неинтересно. Смотрим на головку. Что мы видим? Обидим на рокеры разных конструкций. На впускной стороне они все стерлические. Как и те два рокера, где вал не пострадал и проблем не было. В остальных местах, где рокер встал на перекосе, они конусные. Посмотрим внутреннюю часть головки рокера. Как видим, он сидел на компенсаторе не всей поверхности, а лишь узкой белой полоской. И очень хорошо здесь видно. Она блестит. В сферическом компенсаторе идет полное прилегание. Я упустил этот момент и на видео не заснял. Ну уж поверьте, на слово. И как я уже говорил, владелец подтвердил догадку, что в последний ремонт были заменены 6 рокеров. Помимо какой-то там части клапанов и втула. Родных роликов не нашли. И типа продавец запчастей убедил, что вот эти рокеры от какой-то там машины, клиент не помнит, подойдут и вам. А как оказалось, что нет. И вот из-за такой-то мелочи в подходе к подбору запчастей, владельцу пришлось отправить свою головку в уйти. Ведь нужна сварка, новые клапаны, новые сальники, новые рокеры, новый вал. И восстановление под этот вал постели. Ну не стоит от того ремонта. Нужна новая головка. В принципе клиент так и сделал. Купил новую, отрисовал, проверил, поставил на откол. И уже порядка нескольких месяцев до его полученной ездили. Хуть-хуть, пусть ездит. А у нас на этом все. Оставляйте комментарии, кидайте донат, кому не жалко, задавайте вопросы. Постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Продолжение следует...